Я продолжаю раннесоветскую тему, возможно, под таким специфическим углом, потому что я не историк и не культуролог, я социолог и социальный психолог, и занимаюсь изучением идентичности и исторических нарративов. Я буду сегодня говорить об одном отдельно взятом тексте, который я очень люблю уже давно, признаюсь в этой любви впервые, и тема моя звучит полностью так. Так, приехала Грейса Шишко, конец цитаты, еврейский юмор как ключ к пониманию социальных изменений в романе Андрея Мрея «Записки Самсона Самосоя». Ну, начну я, разумеется, с того, что это вообще за текст такой, потом в общем виде обозначу, как там фигурируют социальные изменения, почему там так очень любопытно, на мой взгляд, представлено историческое время, и как с этим помогает, а может быть и не помогает, так или иначе пытается справляться еврейский юмор. А под конец остановлюсь на одном из основных персонажей этого романа, еврейка, которая воплощает, ну, вот и обсудим, что именно, это так не очевидно. Значит, ну, Мрыль – это псевдоним от белорусского слова Мрыль, мечта автора 20-х годов, у него очень такая типичная для белорусского литератора тех времен биография, это белорусизация, публиковался в газетах, журналах, там работал, член такого литературного объединения «Узвыше», репрессированно, реабилитированно, умер в Мурманской области в 43-м году. Ну, по биографии, ну, да, казалось бы, таких было очень много. А вот роман этот очень странный, он странный даже на первый взгляд. Вот я читала то, что в моем детстве называлась «Литературная критика», всякую аналитику на тему этого текста, и вот в основном такой литмотив, что, ну, очень странные, непонятные вещи. Дальше показывают, что именно странно и почему. А вот о чем это пишут уже так с оговорками и более общим. Это текст странный по многим параметрам, но и прежде всего, на мой взгляд, очень нетипичен для белорусской литературы того времени. Потому что белорусская литература того времени, это, с одной стороны, если это проза, это такие очень серьезные романы, психологический реализм, герои с богатым внутренним миром. На мой взгляд, этот жанр там отчасти пародируется. Это астерический роман, там пародируется очень много чего, что-то более явно, что-то менее. На мой взгляд, если погрузиться в тот контекст, это одна из вещей, которая пародируется там, учитывая, какие там персонажи, какой там богатый внутренний мир, особенно у самого персонажа, от имени которого эти записки якобы ведутся. А с другой стороны, это какая-то авангардная поэзия с какими-то ферклорными мотивами, которая в этом романе пародируется очень жестко, очень открыто, там даже выведен такой собирательный образ поэта, который все это сочиняет, ну, скажем, деликатный, не самый умный, не самый образованный человек даже вот в этой микровселенной, которая там есть. Вот, ну, если это сатира, то эта сатира такая очень прозрачная, очень, ну, совершенно понятная, такой вот обличительный пафос. Но, а вот откуда этот конкретный текст взялся, это сказать сложно, еще сложнее сказать, о чем там собственная речь. Вот основной тезис, который я попытаюсь на докладе отстоять, что история эта, в общем-то, ну, да, об истории, об истории социальных изменений, о том, что вот с этим делать, и как жить в условиях больших перемен, и что, по сути, происходит. Ну, да, это написано вот первого лица, что любопытно там, с одной стороны, вот эта, да, традиция говорящих фамилий, с другой стороны, за исключением главного героя, не сильно понятно, о чем эти говорящие фамилии говорят, то есть понятно, о чем там. Ну, например, вот там вот есть учитель, которого фамилия Мамон, но вроде должна вызывать определенные ассоциации, как эти ассоциации вписать в сюжет его роль, ну, не очень понятно. Начальство главное в этом романе зовут Сом, причем это, видимо, фамилия, имени, отчество там не упоминается, то ли фамилия, то ли кличка, что непонятное. О чем это говорит, непонятно. То ли такая большая рыба, то ли серьезная рыба, то ли перекликается с именем, фамилией главного героя, который метит в высокое начальство, ну и так далее, так далее. Ну, единственное, с кем более или менее понятно, это вот с самим этим персонажем, Самсон Самосуй, действительно, это сам повторяется два раза, это персонаж, который вот абсолютно незамутненно, очень так четко зациклен на себе, на удовлетворении своих потребностей. Потребности у него очень такие простые и очевидные. Во-первых, он хочет всяческого карьерного роста, во-вторых, он, ну, скажем так, он хочет удовлетворения таких витальных потребностей, в общем, он хочет жить комфортно, с удовольствием, и при этом, да, вот жаждет самореализации. Просто, ну, да, пирамиды Маслу тогда не было. Роман был написан в 29-м году, и такой, скажем так, восторженной поддержки не получил тогда. И, да, к сожалению, насколько я знаю, он не переведен с белорусского языка ни на какие, вообще ни на что. Если кто-то знает перевод, поправьте мне, пожалуйста, буду очень благодарной. Я обыскалась, не встретила такого. Ну и вот этот персонаж. По сути, вот эти записки – это история того, как он пытается удовлетворять эти потребности. То есть персонаж, в общем-то, простой. Он очень четко знает, чего хочет, но у него совершенно нет никаких сомнений относительно того, чего именно он хочет. Это не дневниковая запись, что важно. Он начинает с того, что он вообще взялся описывать свою бурную жизнь в должности ответственного за культуру в райкоме, в небольшом местечке, потому что несколько знакомых ему сказали, что вот он своими записками может прославиться. И иронично там написано, что вот их могут перевести на такой, такой, такой даже гатинтовский язык. Но самому роману пока в этом плане не повезло. Здесь сразу жесткий вариант самопрезентации. И вот этот персонаж, у него, с одной стороны, он засыпан полностью на себе, с другой стороны, у него очень такая неопределенная идентичность и очень гибкая. По сути, он пытается ее конструировать. Вот там сразу упоминается, что такое смутное прошлое. Он много где пытался уже адаптироваться к реальности, но реальность как-то ускользает. И ускользает она быстрее, причем в самых разных направлениях. И после каких-то непонятных скитаний, о которых он, конечно, говорить не хочет, он получает, наконец-то, должность, он при исполнении решимости проявить себя. Он туда приезжает, устраивается на постой, и у него с собой много всяких нарядов, ну, всякого роднородного барахла. Он гордо все его барахло вывешивает и слышит, что вот местные евреи так качают головами, что он, надо же, приехал или пан, или играется шишка. И что интересно, там и дальше есть моменты на идиш. Что интересно, во-первых, этот персонаж прекрасно понимает, о чем речь. Неизвестно, то ли, ну, где он это учил, но факт, что он понимает. И то, что вот, да, евреи составляют часть его привычного жизненного мира, это абсолютно точно. Это один момент. Второй момент, казалось бы, вот эта аттестация, ну, в общем, достаточно лестная. И, да, это такой образ его желаемого я. При этом непонятно почему эта аттестация его ужасно возмущает. И далее у него выстраиваются отношения, ну, в основном, достаточно конфликтные отношения соперничества со многими персонажами. Это вот касситерический момент. Но он с ними недружественно довольно взаимодействует, но при этом подчеркивается, что он на них не обижается. Он понимает, что они такие же, как он. Они хотят того же, что и он. То есть, ну, условно говоря, ограниченных ресурсов, особенно вот должностных. Именно поэтому они друг другу мешают. То есть, и он бы на их месте делал совершенно то же самое. А вот евреи, они как бы там тоже живут. Они как бы участвуют во всех этих мероприятиях. Там празднование 1 мая, там какие-то заседания, доклады, прочее, прочее, прочее. Они вроде как бы участвуют. Но участвуют как-то непонятно. Они не пытаются активно выдвинуться. Они не пытаются активно уклониться. Они не пытаются активно противостоять, когда вот особенно очередные креативные идеи этого Самсона Самосо действительно мешают жить так очень сильно, причем абсолютно всем. Вместо этого они как-то вот посмеиваются. Причем, опять-таки, именно это посмеивание, во-первых, оно не похоже на вот этот сатирический общий настрой текста. Во-вторых, именно оно почему-то раздражает вот этого Самсона Самосо намного больше, чем все остальное. Хотя оно как-то не ему напрямую адресовано. Ну вот еще один пример. Он сильно зацеплен на себе персонаж. Еще раз. И он, когда описывает, кто он такой, говорит о том, как его видят персонажи разной его микромиры. Там довольно развернутые аттестации. И он даже довольно мал, ну не самые лестные вещи, но, в общем-то, так принимает дан, что вот это важно, это вроде как о нем. А дальше он написан, и только еврей, встречая меня, бормочет себе под нос Мишигена. Ну то есть, да, сумасшедший. И вот именно это его задевает. И, на мой взгляд, оно задевает именно потому, что персонажи, которые с ним сражаются или которые пытаются как-то избегать его, особенно последствия его попыток заявить о себе в новой должности, они, эти персонажи, относятся к ним довольно плохо, большей частью, но они воспринимают его всерьез. Они его воспринимают всерьез. Именно, как во многих местах показано, как вот воплощение такого современного человека. Ну вообще, роман начинается с фразы, что вот я там всем могу сказать, кто спросил, что я современный человек. И потом видно, что он, вот чего он действительно добивается, он добивается того, что другие признают, что да, вот современный человек – это вот такое вот нечто, и что это такой типичный представитель в одном из очень редких прозрачных достаточно мест роман. Там говорится, что в каждом районе есть свой такой. И то, что на фоне этого всего бурления эмоций и событий и так далее, евреи как бы вот здесь, они рядом, при этом они как бы мягко посмеются. Там есть еще один любопытный эпизод, который показывает именно вариант еврейского юмора. Там как бы вспоминается, что в этом местечке есть четыре синагоги. И, ну, там герой идет вечером, мечтает о своей будущей славе, любуется пейзажем, любуется этими четырьмя синагогами. И упоминает, что там есть… Ну, раньше была еще пятая, самая красивая синагога, а потом ее переустроили, ну, гадайте, в здании этого самого райкома. И дальше идет такая вот очень узнаваемая легенда, полулегенда, что это или это было, это или этого не было, о том, как в процессе этого перестраивания с тем, кто пытался перестраивать, произошло какое-то несчастье. Причем не очевидно, что это исходит именно, ну, сама эта история от евреев, ну, вот этот мотив, да, что вот посигнули на сагральный, вот, соответственно, наказали. Самое странное, что оно не выглядит, как, ну, такое морализаторство, и не выглядит, как такая драматичная история, ни с той, ни с другой стороны. Ну, как-то, да, вот что-то вроде как происходит, ну, а мы живем, ну, да, одну синагогу перестроили, ну, пусть самую красивую, но четыре-то вроде как остались. Это все вот ближе к началу. А дальше с текстом происходит что-то уж совсем немыслимое, если в первой части видно, что у этого персонажа, его индивидуальная история, ну, не складывается она в общий нарратив. С одной стороны, вот этот груз прошлого, вот то, что он собрал непонятно вот где, о чем он не хочет распространяться, и то, что он как-то пытается интегрировать, но это не очень серьезно воспринимается, а дальше выясняется, что какие-то очень сложные отношения с прошлым, вот у всего этого местечка, которое, ну, вроде как стремится к светлому будущему, да, и вот всячески его строят и совершенно в духе времени мероприятия проводят, то выясняется, что есть какие-то старинные иконы, которые более высокое в такое областное начальство требуют забрать и передать в Крыльеведческий музей там, ближайшего города. И что интересно, ну, там описание этих икон, да, но от имени этого главного героя, который, ну, как бы это сказать, поделикатнее полуобразованный. И здесь совершенно непонятно, то ли эти иконы действительно не самое высокохудожественное, то ли это он ничего не понимает, там очень такое неоднозначное, двусмысленное описание, но мы взяли совершенно на мере. Но вот то, что там абсолютно точно, что когда эти иконы отбирают, начинается очень большой протест, настолько большой, что даже начальство ему делает очень, которое там начать предпочитать спокойную жизнь и вообще, ну, поменьше вмешиваться в происходящее. Даже начальство делает выговор, что, ну, зачем нарушать статус-кво, люди действительно разозлели. И вот здесь такой отсроченный, в общем, выраженный контраст с вот этой историей о переоборудованной синагоге. Именно вот еврейский вариант, что вот, ну, изменения как бы происходят какие-то, но по факту, ну, вот они не выстраиваются в общую линию, а наша история вроде как есть, и мы-то тем не менее живем. Ну, и, да, вот добавить загадочности к происходящему, дальше начинает твориться совершенно несусветное, какие-то чернокнижные рукописи у кого-то возникают, тоже непонятно, отобрать, не отобрать. Идем, в общем, дальше в прошлое. Дальше выясняется, что там поблизости такая расширенная семья живет таким утрированным первобытным общинным строем. Вот описание, как из таких учебников для, там, по истории для пятого класса. То есть что-то вот это прошлое, причем все более и более дальнее, оно не отпускает. И герой пытается в итоге это прошлое как-то объединиться с светлым будущим, устраивая такую театральную постановку жизни первобытных людей, устраивая первобытную пляску в духе, ну, по мотивам Фокстрота. И на этом он перегибает палку, его увольняет. Правда, потом переводит на более высокую должность. И вот среди всего этого фигурирует такой совершенно вот долгое время был очень непонятный персонаж. Вот первая красавица-местичка, еврейская девушка, она работает машинисткой вот в этом самом райкоме, которая интересна тем, что она ведет себя ужасно непоследовательно. Мне вот долгое время казалось, что это скрестили два литературных штампа. С одной стороны, вот этот образ прекрасной еврейки, ну, известно. С другой стороны, ну, вот такой женский архетип глазами мужчин, вот такая вся прекрасная, непостоянная, такая вся непредсказованная и так далее. Но как-то оно не работает, потому что, ну, во-первых, она там очень не глупый человек. Ее непоследовательность, если проанализировать, во многом связана с тем, что она живет, ну, в очень таких сложных обстоятельствах, и она вынуждена лавировать, потому что, ну, она там рассматривается как ценный ресурс. При этом ей вот это происходящее в целом не сильно нравится, но, с другой стороны, она просто не в состоянии к нему серьезно относиться. И, наконец, там очень любопытный момент ближе к финалу, когда этот главный герой, опять-таки пытаясь проявить себя, устраивает товарищеский суд над своим другом, раскопав его дневник, где этот друг записывает такие смешные, ну, как бы народные пословица, которые действительно высмеивают происходящее вот там, чудесную революционную активность. И он выступает обвинителем. Главный герой, защитница этого всего выступает вот эта, как бы прекрасная еврейка, и она, линия защиты такая, что вот это он просто автор, на самом деле не автор, он такой летописец, а эти пословицы записывает сам народ. То есть, по сути, здесь вот еврейка защищает, ну, какой народ? Ну, видимо, все-таки белорусский юмор. И в итоге, вот мне кажется, что имя вот этой героини, Крейна, да, Корома, вот оно как раз говорящее, тем более, что там в одном из очень, надо сказать, скучных, однообразных сновидений главного героя, который он детально записывает, ему вот снизу, что она увенчала его чело розами. То есть, для него этот персонаж, это вот символ вот этого духа времени, который такой непонятный, ускользающий, он все время пытается добиться, она очень непоследовательно, как ему кажется, себя ведет, и главное, чего он совершенно не может понять. Он чудесно понимает, интриги, вот какие-то страсти, но чего не может понять, то что она, в общем-то, не может к нему серьезно относиться. Она над ним смеется. И вот в этом плане дух времени, дух социальных изменений, когда его пытаются поставить в рамки запрячь и направить в каком-то жестко-революционном направлении, вот здесь появляется вот этот самый юмор, потому что история, на самом деле, очень давняя, и если пытаться с ней что-то такое делать, то получается просто смешно. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы, мысли? Наверное, не очень, как сказать, без текста сложно, да, вот текст явно очень насыщенный, требующий. А где он был опубликован? Только вот как бы в то время, да, или когда? Знаете, в то время он полностью опубликован не был. Он был опубликован частично, он сразу был характеризован как цитата «злостный пасквиль на советскую действительность», конец цитаты, ну, неудивительно. Возможно, автор хотел показать какие-то перегибы на местах, но вот то, что он реально показал, просто вот Юрий Левада «Человек советский», хотя это проходит не советское время, но иллюстрация великолепнейшая. Он полностью был опубликован аж в 88-м году. Но издавался несколько раз, но только на белорусском языке. И переводить довольно сложно, да, сложно без текста, но текст такой, что я бы сказала с ним еще сложнее. В общем, рекомендую. Понятно. Спасибо.